Неведомо Добрый вечер, дорогие наши телезрители. Сегодня у нас снова передача Поколение Икс. И с вами ведущая я, Мария Карпинская и Юля Ломинога. И у нас в гостях Марка Пранов. Вот смотрите, между прочим, Юль, как у нас с тобой, хорошо уже получается, да? Здорово. То есть, да, мы как бы объявляем для наших телезрителей, что мы выходим со студии ГАР через Intel.com и что данная передача у нас является еще такими и обучающими. И Юля Ломинога у нас является, вот она хочет поступать на журналистки, я раскрою сейчас тайну, и она у нас уже проходит практику, практику, чтобы стать журналисткой, теле или такой, ну неизвестно, короче, она потом сама решит, и поэтому она у нас тут тренируется. Сначала надо ей встать. Ну, вот здесь и начинаем. Сначала встанем, потом поступим, да? Да. Так, ну все, и теперь мы, Юля. И я могу тоже. Вкратце, ну, я хотела же сказать про Марка Капранова, который в будущем хочет стать дайвингистом. Да, нам говорили, что так вот брать, это же она все, вот как я, видишь? Ну, на таком расстоянии. А, да. Да, тут зашел Артем и сказал, что вот микрофон так брать руками нельзя. Ну, ладно, все, не буду. Все, не буду. Ну вот, Марк у нас в будущем хочет стать дайвингистом и, как это сказать, в роли МЧСа. Так, сейчас, секундочку. Вот я долго запоминала это слово еще раз. Как? Дайвингист. Ну, и, наверное, мы у него спросим, что это такое. Да, мельмингист. Это человек, ну, это тот человек, который плавает с эквалангом. Под водой? Да. Под водой. Сейчас, секундочку, я просто хочу вас предупредить всех. Так вышло, что Марк сегодня заболел. Но, несмотря ни на что, он набрался сил и приехал к нам в студию. Это говорит о его качествах души, которые определяют следующее, чем он хочет работать в МЧС. Объясни там, Юлечка, что это такое. А потом мы ему. Ну, МЧС это спасательная служба, да? Московская спасательная служба, вот. Я просто была... По чрезвычайным ситуациям. Но смысл такой, вот, каким образом, сейчас мы у него спросим, как это у тебя увязывается, вот этот, извиняюсь, как? Дайвинг? Дайвинг. И МЧС? Ну, как я слышу, то есть, в МЧС, там и плавают подводные, в общем, случайности, например, машина может затонуть с человеком. Надо спасти человека. То есть, выбрать человека из машины, вытащить его на сушу. То есть, это обычный человек просто нырнул, взял, открыл, не получится. Воздуха ему не хватит. И ему надо уметь управлять сквалангом и с прочими регулирующими вещами для него. Ну, в общем. Юль, ты сейчас включайся, так спрашивай, а я посижу так. Хорошо. Марк, вот я, как бы, смотрела, да, ролик, как вот про тебя, да, и про твоих друзей снимали фильм про дайвинг, да? Угу. Вот после этого фильма. Тебе именно после этого фильма хотелось, ну, вот, стать дайвингистом или как, ну, или раньше тебе хотелось? Да нет, ну, скорее всего, раньше захотелось просто я один раз съездил к знакомым, ну, в Саранск город. Там у меня знакомый есть, Игорь Потапов. У него есть собственный клуб, Дельфин. Ну, вот. Он попробовал, ну, знакомый, попробовал, ну, мне пристроить, чтобы просто поплавал, там, сдаю, ну, савалагу, чтобы меня его дети, ну, научили ему, да? Я, ну, забрал своих детей, я прыгнул под воду, немного поплавал. А с вышки прыгнул? Да нет. С берега, знаешь? Ну, спиной. Угу. А. Как это? А, я поняла. Это, то есть, вот, ты стоишь спиной к озеру и прыгаешь вот так. Да. Слушай, да? Это вот как я в фильме посмотрела. А то, а просто, если ты вперед прыгнешь, тогда акваланг полетит тебе в голову. Да. Угу. Ну, правда, первый раз я ни на море, ни на реке, я первый раз в бассейне. Сколько лет был? Бассейн. Тебе, сколько тогда было лет? Десять лет. Десять лет тогда было. А сейчас? Сейчас мы двенадцать. Ага. Круночка. Я тоже. Плыл я, плыл. Правда, ничего не понял. Мои ощущения были настолько, просто я не мог рот открыть, когда вылез из воды. То есть, настолько приятно было. Так, все, занимаемся, все, раз такие приятные ощущения, мы, Юля, с тобой начинаем заниматься дайвингом, все. А я, кстати, на самом деле, я, как знаю, эта профессия очень опасная, и вот, как бы сказать, все даже знают, то, что и в новостях сейчас вот говорили недавно, то, что вот из-за дайвинга как раз, ну, глубоко очень погрузились всех акулы, не буду говорить, что с ними сделали, но все поняли. Вот, и просто, на самом деле, как бы, да, дайвинг очень красиво смотреть, когда, вот, ты, например, в Египте, там, или по телевизору, просто ощутить, как там красиво кораллы под водой, там, ну, всяких рыбок красивых увидеть, но я считаю, то, что если совсем далеко, где-нибудь, там, на яхте куда-то платить, не советую. Можно я сейчас, да, в связи с тем, что все-таки Марк болен, поэтому, вот сейчас мне такая мысль пришла, ведь на самом деле, вот, заниматься дайвингом, может, не каждый человек, согласна? Значит, что это надо иметь? Типа, в прошлой жизни рыбой быть? Да нет, да нет, нет, нет. Ну, у нас столько рыбы, я точно не знаю насчет рыбы. А ты кто знак Богороскопа? Я родился в октябре, 6 октября, между Скорпионом и Весами. Нет, не рыба. А я думаю, хотя бы в удалении, может быть. Ну, что-то в душе, что-то в душе нужно иметь такое, что-то... Вот, Марк, что я тебе еще хотела спросить, а вот, вот ты говоришь, да, это у тебя появилось желание стать дайвингистом, когда попал, ну, вот, в этот лагерь дельфин, да, а мне почему-то казалось, вот, то, что, может быть, когда ты попал, ну, когда начал ходить в бассейн, может быть, у тебя такая ассоциация взялась, то, что, вот, хочу попробовать с дайвингом там поплавать, и вот у тебя произошла такая мечта. Нет? Нет. А я вот сейчас возьму и скажу, вот, смотрите, сейчас мне в голову такая пришла странная мысль, я спросила, ты случайно в прошлой жизни рыбы не был? И первый бассейн, куда он пришел, как назывался? Дельфин. Дельфин. Ну, клуб дельфин. Ну, да. Юль, ты замечаешь, да? Супки, по-моему, ты не между висами. Нет, ну, возможно, вот я сейчас подумала, что нужно... Может, он русалкой был? Да, нужно быть в братстве с водными, ну, то есть с дельфинами, там, с какими-то водными, чтобы вот стать вот этим дайвингистом. Дайвингистом, да, потому что вот мне как бы это, вот, я чувствую, что у меня из этого ничего не получилось бы. Один раз бы там нырнула, испугалась, а он, говорит, блаженство получил. Вот, значит, ты, мы сейчас еще, вот, ты расскажи что-нибудь, вот, вот ты ныряешь, ныряешь, что ты там видишь, вот, что... Что вот ты ощущаешь, когда вот ныряешь, ты вот это все увидел, да? Вот, и просто, вот, какие у тебя ощущения? Ну, я тоже могу нырнуть, там, увидеть и все, да. То есть, а вот что у тебя, ну, и что за? У меня все, и рыбой становишься. Ну, легко сказать, нырнул, увидел и все. А ты, ну, человек может максимально под водой пролежать, ну, просидеть две минуты. А ты с этим скаланком можешь примерно 10 минут плавать-плавать, видишь рыба, можешь поплыть за этой рыбой. Можешь, ну, можно так сказать, чтобы не было холодно, надо одевать гидрокостюм. Гидрокостюм, ну, легче было, чтобы находиться под водой, не так же становилось бы холодно. Например, велика холодно, да? Ну, осень, весна, например, так говорить, грубо говоря, зима, зима. Еще хуже. Холодно же ведь, гидрокостюм тебя согревает, можно сказать. Сохранять тепло. Да, сохранять тепло. Слушай, Марка, а ты мечтаешь, там, допустим, поплавать в океане и рядом с акулкой, так, с маленькой, с дельфинчиками поплавать рядом? Нет, вот с акулой что-то, мне очень хочется плавать. Боюсь, загрызет. А бывает, что загрызает, да? Ну, конечно, вот недавно по новостям говорили. Потому что четверо дейвингистов очень сильно под воду, ну, совсем в клубы шли, вот, и как бы акулку встретили, хорошенечко так встретили. Двое выжили, а двое нет. Так она их просто... Ну да, да. С потрохом? Так, значит, теперь, Марк, вот понятно, что... Ну, планы есть какие-то. Ты вот там в анонсе, там, ты рассказывал Юле, что... Вот о том, что нас со всех ожидает, и что будут строить подводные города. Вот про это поподробнее, пожалуйста. Я просто смотрела в интернете и видела то, что скоро окажется конец света. Может быть, упасть огроменный метеорит, и просто от этого метеорита пойдет вода на все стороны. Подожди, подожди, а с чего это они взяли, что метеорит будет падать? Ну, в общем, движется он на нас. Ага, то есть уже движется? Да, то есть уже движется. Слушайте, я, видимо, как-то... Когда я вот была у Марка, да, ну, мы как с ним соседи, я внизу живу, он наверху. И просто я как-то зашла, да, к ним в гости, так, ну... И мне его мама рассказывала, то, что в 2069 году уже на нас метеорит... Упадет? Упадет, да. Так, а вот то, что ты тоже считаешь, наверное, уже сейчас, вот погода, меняется потепление, Антарктида растаялась, и ты в курсах тоже, да? То есть и получается, вот только что мы на кухне услышали, что нас всех затопит. Да, затопит. Что ты думаешь по этому поводу, и вот МЧС, как ты собираешься спасать нашу планету-то? Это уже не МЧС начнет спасать. Это уже надо под водой, наверное, я так думаю, ученые уже создают города, например, уже там жизнь может пытаться... Маша, я придумала, извини, Марк, ты представляешь, вот если вот так вот нас будет топить, мы оденем с тобой акваланги и под водой будем плавать. На сколько нас хватит? Ну, хотя бы на 10, на 20 минут хватит. Нет, ну это тоже, на самом деле, эта тема серьезная, вот и тут он говорит, а ты где-нибудь видел в интернете, что уже под водой строят города? Ну, в общем, да нет, я вот прям вот так вот и сказать. Это свое предположение, да? Да, мое предположение. Ну, то есть ты бы на самом деле посоветовал нашим ученым и прочим, пока не поздно, строить, может быть, под водой города, да? Да, пока осталось нам 5 лет. 5 лет, да? Да. А что ты думаешь, вот все говорят, что 2012 год является конечной точкой, когда вот все там потает, все там чего-то начнется. Ну, как условно, назовем условно конец света. Ну, катаклизм, можно так назвать. Тоже будет, опять же, можно назвать, нас и всех опять затопит. Это тоже точка затопления. Также есть точка, я помню, мы в школе проходили, природу видели. Ну, давай рассказать. От вулкана будет, если же, ну, что-то гидросуперцинами, короче, будет. Еще раз. Гидросуперцинами. Ну, я не помню, как называется. Ну, что-то связанное с цинами. Одно большое на всю землю, я так понимаю. Да, одно большое будет. И оно откроет от вулкана, ну, кусок его, можно так сказать. Подожди, как от вулкана? Не от вулкана, а от горы, наверное. Ну, можно так, от горы. Так. И эта часть покатится в воду. Она как бы... Магма? Нет. Не-не-не, он имеет в виду часть вулкана, да, вместе с цунами, да, вот этим. Покатится в воду. Это будет, в общем, смерть будет, просто все уничтожится почти. Ну, мы, в общем, останемся. Кто останется? Москва, вот. Москва останется? Это вы по природе кому изучили? По природоведению изучали. Ну, да. В общем... А почему Москва останется? Ну, не Москва именно, а Россия. Да, куча стран, можно сказать, уничтожится. И немного совсем страшного останется. И то, что останется Москва, там, некоторые государства еще останутся. Ну, то есть Россия останется, наверное, которая высоко над водой, да? Да, да, некоторые. А почему? А, мы же на семи холмах, да? Я не помню. Нет, ну, вообще, вся Россия находится на средней русской возвышенности. Только я точно не знаю, сколько ее высота-то над уровнем океана. Ну, это уже география, мы ее подзабыли. Мы ее подзабыли. Вот, а смотри, мы сейчас совершенно спокойно говорим о том, что нас всех затопит. Угу. И чего-то никто из нас вот даже... Ну, она изображает вид, что блачет, но почему-то не блачет. А почему так? Почему мы не боимся? А у меня вот прям Мария, вы так маму мою заинтриговали, что она прям сидела на кухне. Вот так вот. А ты боишься? Нет. Вот, скоро умирать пора. Вот он, Марк, сказал мне. Я тоже не боюсь. А что бояться-то? А что бояться? Все равно когда-нибудь все равно умирать. Да, все равно умирать. Мы можем хоть завтра, хоть послезавтра, хоть послезавтра умереть. То нас может машина там сбить. Тьфу-тьфу-тьфу. Что может быть там еще что-то? Может там тьфу-тьфу-тьфу отравимся. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Ты микрофона плевала весь. Я хочу сказать, что удивительно. Вот оно поколение Икс. Ну, наверное, я тоже отношусь к поколению Икс. Потому что, а что бояться? Я просто не понимаю. Мы можем и завтра даже. Вот любой человек, каждый там, наверное, пятый или сотый, может хоть завтра умереть. От всяких болезней там, не знаю. Да, вообще-то так и происходит. Вообще-то так и происходит. Каждый человек каждый день умирает. Да. От чего-нибудь, либо он все равно умрет. Это закон такой. По-моему. Даже молодой там, не знаю, ребенок двухлетний, он тоже может умереть. Просто пошел, подскользнулся, упал, все. Гипс. Или гипс. По-моему, гипс. Знаешь, я не знаю. Ну, я, наверное, вот я сейчас на вас смотрю, я не зря там в анонсе, читала, да, все время пишу про поколение Икс. Потому что вот я вот... Потому что мы загадка. Нас разгадать мне не легко. Да, вы загадочное поколение для меня. Но с другой стороны, я нечаянно, пока с вами вот стала общаться, тоже, ну как, тоже перестала бояться. Да. А что бояться-то? Я просто не боюсь. Ну, раз народ не боится, то и я хором не боюсь. А я просто не понимаю, вот, ну, как спросить у зрителей нельзя, боятся ли они. Ну, пусть они вот... Да, еще вот я так хочу сказать. У нас есть чат. Да, вы можете туда прислать. Вот, и вы можете уже, этот чат общий пока, значит, для передачи поколения Икс, вы можете присылать вопросы свои к ведущей, потому что ведущая-то у нас красавица. Я вас выслушаю. Она у нас красивая, а самое главное, что я открыла, что она совсем не боится смерти. А, такой, да, вот такая вот. И Марк тоже, и все, кто с ней приходят, тоже совершенно люди такие отрывные. Они ничего не боятся. И я становлюсь рядом с вами, ребята, смелой, правда. Правда, смелой. А вот на самом деле, вот так вот, смотри, Мария, да, если даже вот кто-то из нас боится смерти. Да, ну, может, в глубине души я там немножко боюсь, да, смерти. Ну, потому что, ну, там, могу проститься там с близкими, да, как бы это все. Но, с другой стороны, да, если так подумать, что так и будем сидеть, как серые мышки в уголке, ждать пока. Все равно, рано или поздно, да, мы боимся смерти, но рано или поздно все равно мы умрем. А ты что? Ну, это будет и плохо смерть. Смерть может быть быстрой, а смерть может быть мучительной. Смотря какая смерть. А, то есть, конечно, лучше, вот для меня тогда, если что, лучше легкая, как вот само зановение и быстрая. А мне кажется, наоборот, лучше долгое, потому что успею со всеми попрощаться. Слушай, Юль, смотри, что получается у нас опять. Я хочу спасти планету, мы начали с дайвинга. О, выговорила. Да, и закончили смерть. А, называется, начали со здравия, окончаем за упокой. У нас еще впереди много времени. Да. И, между прочим, если человек не боится смерти, то он уже перешагнул, действительно загадка, то он уже перешагнул какие-то пределы. И вот, если взять марка, да, на самом деле, вот такие виды, даже как спорта, да, или чего это, как дайвинг, вот нашему поколению, это вообще еще было как бы все равно как в космос летать. А сейчас уже такой народ. Ты, кстати, полетели бы в космос, если бы была ракета? Да, вот я говорю, если бы вот так вот, ну, нас бы затапливали. Есть одно спасение для олигархов, вот подсказываю, честное слово. Подсказывай, да. Вот смотри, можно же улететь в космос, там же нет воды. На Луну, да? Ну, не на Луну, просто ракета может в космосе остановиться на некоторое время и потом вернуться назад. Да все равно там можно умереть, потому что еды не хватит еще. Ну, и надо запастись на определенное время, Марк. А, то есть сейчас надо запасываться, да? Нет, я имею в виду, вот когда начнется это все, да, там, вы, смотрите, олигархи, сейчас прямо закупайте ракету. Вот. А, надо, чтобы они точно купили все ракеты, вот закупили ракеты. А станция Мир, вот там еще была, ее куда-то дели, утилизировали, что ли, я не помню, станция Мир. Не знаю, не знаю. Там же на орбите есть станция большая, ну, типа городка маленького. Да, а ты что, не знала? По-моему, есть. Ну, как, есть. Они же прилетают сейчас, стыкуются, выходят туда и живут там. По месяцу, по два. А ты что? Ничего себе. Ничего себе. Ты вообще, такое рассказала, я все даже не знала. Не в курсе, да? Так вот, получается, значит, олигархам мы советуем, чтобы они выжили у нас, да? Да, ну а кто нам потом будет все нас отстроить? Подожди, ну мы же умрем. Ну что? Ну, может, он что-нибудь останется вживым. А мне что-то кто-то рассказывал, я не помню, кто. А, по географии наша учительница. Она говорила, что если мы очень-очень глубоко залезем под землю, да, очень-очень, ну, совсем глубоко, да, кто, ну, туда вообще еще никто не залезал, даже те самые кроты, то, может быть, мы спасемся от затопления. А, а метро наше? Оно тоже глубокое? Ну, у метро-то там дверь и все это, фух, вода, и все, и нету, и станция метро может взорваться. Провода все намокнут, и все. Ну, не сомнется, все будет под напряжением. Ну, да. Нет, спасибо, но мне такое не надо. Я вообще глубоко под землю вот так буду, как кротик. Лопатки сюда так проделаю. Марка, а ты думал уже на эту тему? Ну, ну, если действительно вот случится нечто, ну, то есть впереди нас действительно ожидает такое, то вот так прибавим 6 лет, сколько тебе будет? Ну, будет 17, а у меня уже 18. А тебе 18. Вот, что тогда мы умерли? Ты с каким еще молодым? Мы не хотим умирать. Они умирали молодыми. А кроме уже нет. Точно. Правда, ей 14, а ему там 15 лет. Ты-то как собираешься, вот, чем будешь, что будешь делать? Ну, в общем, прям не так вот все предположить на будущее нельзя, вот. Вот я сейчас думаю, что будет то-то, то-то. Да, кстати, на самом деле может все поменяться и может это все отложиться. Вот будет 2012 год, да. Все говорят, что это, ну, как бы, ну, конец света, да. А вот так возьмет, да, и земля, ну, как бы, возьмет и перемеется там. Ну, плюс еще 2 года дадут нам жить. Понимаете? Ну, как бы, никто не может предположить будущего. Надо дожить сначала до 2012 года. Это не запасаясь и не га... Нет, вообще, 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 я предлагаю вот так. Сделать, как, господи, как их, акваланги, да, они так называются, с большим количеством кислорода, чтобы его хватило хотя бы, ну, на неделю. Короче, все запасаемся аквалангами. Ну, да. Покупаем мы и становимся дайвингистами. Дайвингистами. Дайвером. Дайверами. Дайверами. А я думаю, дайвингистом. Ну, дайвинг, дайвингист. Ну, вот ты говорил еще, Марк, расскажи, пожалуйста, что-то там про солнце, да, вот кто-то там на кухне у нас сказалось из фабрики звезд, да, по-моему, там. Да. Да, у нас тут студия такая, скажи, Юля, у нас тут тусуется народ. Да, тусуется у нас такой народ хороший. Там фабрика звезд. Да, что-то прикантовалось сюда. Вот сейчас я не помню, честное слово, как его зовут, но у него песня такая еще с фабрики звезд 6, он «Я служу России». Он еще там на уши начинает говорить. Короче, у нас все тут служат России. Да. Вот. Вот это вот, Россия. Вот это. О, у тебя даже флаг там. А вот Всеволод, значит, там у нас какой-то сказал, что вот и солнце-то взорвется. Вот насчет солнца нам объясни. Ну, в общем, солнце начало ухудшаться из-за того, что на ней начали появляться пятна. И на солнце бывают пятна. Ну, из-за этого, чем больше пятен, тем у нас... А из-за чего происходят пятна? Я вот точно не знаю. Вот это... Ну, чем больше пятен, тем что? Чем хуже, тем хуже для нас, да. Оно может взорваться. Но в будущем, я даже не знаю. Я вот так думаю. Может, на месте солнца, это же не последняя звезда в мире. Может, полетит другая звезда. Может быть, такое. А ты говорила, что оно не самое горячее, да? Да, самое горячее, это белое. Но если белое придет, мы сгорим. Ничего хорошего из нас нет. Что ж такое? Вот, говори-то. Вот, Марк, да? Как ты думаешь, вот, если солнце взорвется, а есть вот помимо белой звезды, еще какая-нибудь звезда, которая вот примерно такая же, как солнце, только чуть теплее? Не та, как белая, от которой мы сгорим? Ну, правда, на самом деле, это никто не может так сказать. Даже ученые, наверное, скорее всего, не могут этого сказать. Потому что есть вот такая звезда между белой и нашими. Ну, пока еще не знаю, Карл. Я вот тебя слушаю, слушаю и думаю, как странно, да? Вот у меня сейчас такая мысль. Какие-то вот вещи живут дольше человека. Они неуязвимы, не тонут там есть, не горящие. А человек вообще такое, да, несчастное существо. В воде тонет, в огне горит. Вот что-то это не то как-то все. Надо становиться нам всем русалками. Хвосты. Да, надо хвосты рыбьи нам. Нет, ну это, наверное, а может быть, когда-нибудь люди были людьми, а потом вода пошла, и они в дельфинов превратились. Мы же не знаем, у них разум выше, чем у нас, оказывается. Уже определили сейчас. Но тут такой момент, а может быть, а может такой вариант, Марк, быть, что, ну, в конце концов, сколько мы будем мучиться в таком положении, да, уязвимом. Может быть, случится что-нибудь, и мы перейдем в какое-то другое тело, которое не будет гореть, не будет, и ему не страшна будет вода. И вообще ничего не страшно. Наверное, в следующей жизни. Когда я стану кошкой. Ла-ла-ла-ла. В следующей жизни. Потому что сейчас это, наверное, невозможно, в общем-то. Неуязвимо будет. И бессмертно. Да. Это сильно. Это сильно сказано, да? Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Уже ж фильмов много... Было бы плохо. Вот сейчас говорят, нарожайте детей, нарожайте детей. Вот сейчас бы. Вся планета была бы в детях. И никто не умерла бы от старости. И никто еще не умирал бы. Вот все люди, 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 люди. Куда еще людей сюда класть? Засовывать, да. Да, засовывать. Куда их впихать? Нет, ну, ведь сейчас мы знаем, вот только рожают много только китайцы, индусы и вот эти восточные. А Европа, они же уже не рожают практически. Ну, да, уже не рожают. Вот, ты знаешь, я очень долго интересовалась, куда ушло племя майя. Вот, то есть это же была целая цивилизация. Это ты на нас, да? Это ты на меня, Саня, меня, Саня, вспомнила, да? Да, да. Вот, и на самом деле, ведь была цивилизация мощнейшая майя, да, Атлантида, и они целиком ушли. Под воду? Ну, под воду это их города. Да, само племя-то куда-то делось. Вот оно же рождает, вот, да, кстати, вот, я тебе открою секрет. Опа, вот тут сидит она и подружка. А как твоя звать? Анечка. Анечка. Вот, и когда они пришли, вот, Аня и ты тоже, то я увидела, что в них есть от племени майя. Может такое быть? Ну, может быть, это премия, ну, не прям вчера была, она была достаточно давно. Да. Может перейти что-нибудь к ним? Какие-то части тела, там, может быть, части лица, чем-нибудь характеры части. Глазки, основной же, где энергия вся? В глазах. А хотя, знаешь, я вот попомню мультик Атлантиду, да, там в основном все были блондинки, такие вот, блондинки с голубыми глазами. Ну, они могли за время то перетрансформироваться уже, да? Ну, это да, это тоже. А потом это мультик, конечно. Ну, это да. Ну, а ты что думаешь вот по поводу, что-нибудь по поводу Атлантиды и Майя? Ты читал что-нибудь на эту тему? Да, в общем, нет. Я не очень увлекаюсь такими старинными вещами, как затопленными городами. Но ты же хочешь ведь, чтобы построили? Я хочу то, что построили. Я увлекаюсь. То есть, когда то, как точно может быть конец, свет? Ты увлекаешься, ты изучаешь, сейчас я сформулирую, что ты хочешь сказать. Ты изучаешь информацию, не увлекаешься, слово здесь не подходит. Он изучает информацию о том, когда что может случиться, так? Да, да. То есть, вот именно, вот к чему мы идем. Это называется у нас. То есть, не когда что-то было, а что будет. Что будет. В будущее, короче, лезешь. Ну, ты знаешь, что, да, вот так. Марк, знаешь, что говорят, что прошлое, будущее, настоящее живут вместе. И то, что было в прошлом, происходит, ну, все время повторяется. Знаешь, что, Маша, надо было тебе, знаешь, что спросить у того ребенка, у которых ты была детей, помнишь? Да, да. Надо было тебе спросить, мы останемся вживую. Эта жизнь не мне и тебе, в ней вражесство и друг, в ней мужество и страх. Так шагай навстречу судьбе в волшебных башмаках. Будь в дороге ночи и дни, куда тебя несет, куда тебя манит. Все, все, все в душа сохрани, пусть песенка звенит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!